Я читаю Место Священного Писания, записанное во 2-й книге Царств, 23-я глава, 2-й и 3-й стихи. 2-я книга Царств, 2-й и 3-й стихи. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми, будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Братья и сестры, тема наших сегодняшних совместных рассуждений – это будет о страхе Божьем. Мы поговорим сегодня о сердце христианина, которое исполнено страха Божия. Ну, сердце царя, будем так говорить. Дело в том, что эти слова сказал Давид, и он их сказал не просто, ему так захотелось сказать. Он сказал эти слова, потому что он был пророк. И это были его последние слова перед смертью, как я понимаю. То есть там написано в 23-й главе, вот в начале, что это слова, которые произнес Давид, последние слова. То есть, вы знаете, вообще важно понимать, что когда человек отходит в вечность, ну, он похоже, он отходил в вечность, и вот сказал эти слова, они были записаны. Так я понимаю почему-то. Может быть, в другой в каком-то случае было. Но, тем не менее, последние слова человека, они очень важны. Ну, например, мы читаем в Писании, когда умирал или отходил в вечность, отходил пророк Иаков или патриарх Иаков, хотя он тоже был пророком, они все были пророки, потому что они говорили слово Божие, и, я имею в виду, патриархи. И Авраам был пророк, и Исаак был пророк, и Иаков тоже пророчествовал. И он благословил своих сыновей, благословил их особым благословением. И это тоже были пророческие слова. И как он их благословил, так и исполнилось в их жизни со всеми этими коленами Израилевы. И интересно то, что он сказал эти пророческие слова, и это не были его слова, это был Дух Святой, который говорил в нем, который давал ему эти слова, он их произнес, эти слова были записаны, и они остались для нас. И так как любое пророческое слово, оно относится ко всем временам в каком-то смысле, оно также относится и к нам, потому что написано в Писании, что все, что написано прежде, оно написано нам, достигших последних веков. То есть мы можем из Писания научаться, поучаться, Дух Святой может взять эти слова и также говорить их нам. И поэтому я хочу обратить ваше внимание на некоторые слова из его пророчества, которые Бог сказал. Бог сказал ему такие слова, что «владычествующий над людьми будет праведен, когда он будет владычествовать, то есть управлять в страхе Божием». То есть вот такие слова говорил Господь, эти пророческие слова остались в силе. Вы скажете, какое это отношение имеет ко мне? «Я не царь, но я никем не управляю, возможно, никем не руковожу, я сам по себе». Но Библия называет нас царями, потому что мы управляем, возможно, не людьми, которые вокруг нас, мы управляем сами собой. Писание говорит, что он соделал нас царями и священниками Богу нашему, будем царствовать на земле. А также мы читаем, что приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни своей, быть царем своей жизни, то есть по сути управлять самим собой, управлять своими мыслями, управлять своим естеством, управлять своими желаниями, управлять своим языком. Помните, Яков написал такие слова, что «язык человека – неудержимое зло», то есть это нечто такое, что после грехопадения перестало подчиняться человеку. Вот так вначале не было, не было так. Вот смотрите, даже вот мы, христиане, уже рожденные свыше, имеющие новую природу во Христе Иисусе, но Яков писал как раз к верующим людям, он говорит, что мы много согрешаем языком. Человек, который не согрешает языком своим, могущий обуздает все свое тело, то есть он может взять под контроль. А что такое свой язык? Дело в том, что язык – это просто орудие, которое выражает наши мысли. По сути дела, это не просто наш язык, это мысли, которые не подконтрольны нам, которые текут сами просто по себе, просто выскакивают. А потом мы за ними, о, что я такое сказал? Мы начинаем брать свои слова назад и извиняться. Так вот, Яков говорит, что если человек держит под контролем свой язык, а по сути дела свои мысли, свое мышление, своего внутреннего человека, он сможет обуздать все, все свое тело, все свои желания, все свое, чтобы там не было в жизни. То есть он будет руководить своей жизнью, управлять. Ну вот смотрите, мы часто молимся, вот мы собираемся в понедельник на молитву, и у нас есть там некоторое время, мы посвящаем молитвы за людей, которые находятся в зависимости. Ну наркоманы там люди, или которые потребляют наркотики, или пьянствуют там, или потребляют курение, или еще там что-то такое, зависимые от чего-то. Они не могут освободиться. И мы молимся за них. И мы молимся, чтобы Бог их освободил, чтобы Он помог, благословляем им, и всячески желаем им блага и всякого добра. Молимся за этих людей. У нас есть список, за кого мы молимся, за вот этих людей. За наших братьев и сестер, которые нуждаются в свободе. Но, братья и сестры, Иаков говорит, что если человек способен обуздать свой язык, он обуздает все свое тело. То есть он обуздает все. Он будет держать под контролем свое естество. Потому что, вы знаете, Бог так нас сотворил, и с самого начального ничего не поменялось. Все осталось те же самые принципы, чтобы человек управлял самим собой, под руководством Божьим, разумеется. Вот почему Дух Святой не ходит за нами рядом, и не стоит, и не бьет нас по рукам. Палкой там, знаете, как вот какой-нибудь надзиратель такой. Ну-ка, куда пошел? Сюда не иди, стой, сюда не ходи. Раз тебе по рукам. Я всегда думал, вот если Господь с нами живет, а Он в нас живет, мы в это верим, мы приняли, то Он должен нас, по сути дела, как-то постоянно останавливать. Раз только нам захотелось что-нибудь сделать плохое, и Он нам сразу молчать, не говори этого, не ходи, тут не делай, вот сюда не ходи. Но Он так не делает. Он так не делает. Он и с самого начала так не делал в раю. Смотрите, стояли два дерева, никто их не охранял. Вот мог Адам подойти к любому дереву, к тому запрещенному дереву. И Ева, когда начала думать о том, что вот это дерево, плоды этого дерева, познание добра и зла такое хорошее, не остановил ее никто. Не пришел ангел, по рукам ей не дал, и не сказал, куда лезешь. Ну-ка, вот, вот, было предупреждение, и она должна была сама собой управлять. Вы понимаете, вот в чем суть-то? Что суть-то заключается в том, что человек сам по себе, вот Бог его сотворил, похожим на него, на Бога. То есть Бога никто по рукам не бьет и не останавливает. Он совершенный в своих поступках, в своих решениях. И Он делает всегда правильный выбор. И Бог, сотворивший нас, и родивший нас от Себя, точно так же сотворил нас такой же самой природой. Чтобы и я, и ты могли правильно сделать всегда выбор, могли правильно принять решение, самостоятельно принять, имея от Бога вдохновение и благословение. Точно так, как это должен был делать Адам. Но Адам пал, и поэтому был послан Иисус Христос, чтобы показать, что это возможно. И Он пришел, чтобы жить в нас и прожить с нами жизнь, и научить нас вот жить такой жизнью. Вот то, что мы сегодня слышали, брат говорил, чтобы научиться слушать Его и ходить в Нем. Так вот, я хотел вот об этом говорить, что человек сможет царствовать тогда в жизни своей, вот когда Писание нам говорит, примет обилие благодати и дар праведности, а здесь Дух Святой говорит, когда человек будет ходить в страхе Божием, когда он поймет, что такое страх Божий, и будет в страхе Божием ходить каждый день 24 часа, 7 дней в неделю, постоянно. И вот давайте мы об этом поговорим, что такое страх Божий, и какие признаки этого страха Божия, и немножко поговорим о том, как нам в этом страхе Божием, как его приобрести. Так что вот тема нашего такая сегодня, страх Божий. Я думаю, что вы все знакомы с этим словом, и оно не очень-то приятное на слух, страх. То есть как бы человек боится. Ну, по сути, это просто старославянское слово, оно имело отношение к благоговению перед Богом. То есть, когда человек ходит перед Богом с великим почтением. И страх, это означает ощущать Божье присутствие рядом с собой, в своем сердце. По сути, если вот так разобраться, если вы посмотрите многие места Писания, то они указывают на то, что человек, имея страх Божий, он имеет присутствие Божие. Вот Бог рядом стоит, он наблюдает, он все видит, он все знает, он рядом с тобой. Ну, вот об этом хорошо написал Давид в 138-м псалме. Он говорит, что куда я пойду от Духа твоего святого? Ты везде, пойду ли туда или сюда, на край моря переселюсь. Везде Бог, везде Бог. И сзади, и спереди, и рука твоя сверху. То есть, он ощущал Божье присутствие. Вот мы сегодня говорим о присутствии. И присутствие это не только в собрании. Мы пришли, вот мы иногда говорим, о, братья и сестры, сегодня в собрании было такое Божье присутствие. А как сел в машину, так присутствие и пропало. А, братья? Ну, бывает такое? В собрании присутствие есть? В машину сел, присутствия Бога нет. Приехал домой, присутствия нет. А что такое? Вот это и неправильное понимание. Присутствие Бога, это как раз и есть ощущение страха Божия. И всегда у человека есть страх Божий, с ним всегда есть Божье присутствие. Всегда. Всегда. 2-4 часа в сутки, потому что Бог никуда не пропал и не исчез. То есть это не значит, что Он пришел в собрание, а потом, когда мы вышли, Его с нами не стало. Он всегда с нами, Он всегда. И вот для того, чтобы нам вот это присутствие Божие ощущать и понимать Его, что оно с нами, необходимо вот какое-то понимание, вот какие-то признаки хотя бы, ну, знать, что это такое, вот это Божье присутствие, то есть каким образом оно, можно его ощущать и переживать. Давайте посмотрим некоторые места Писания, и мы посмотрим вот эти признаки. Если эти признаки у вас и у меня есть, вы можете 100% быть уверены, что вы в Божье присутствие с вами, Бог с вами во все дни жизни вашей, и вы по жизни так и будете ходить. Давайте посмотрим эти места. Это Исайя 66 глава, 2 стих, где Бог говорит такие слова. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, — говорит Господь, — а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Псалом 111, 1 стих. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Обратите внимание, что вот этот первый признак, который Исайя написал, «Человек, боящийся Господа». Кто он такой? То есть в чем проявляется его страх перед Богом? Почтение Богу. Его почтение проявляется в том, что человек трепещет перед Господом, перед Его Словом. Здесь прямо говорится, «Я презрю на того человека, который трепещет перед Словом моим, сокрушенный, смиренный, и который Слово мое». Вот это Слово, которое здесь записано в Библии, которое Бог написал, и которое Он нам говорит в сердце наше. И если человек трепещет перед этим Словом и относится к нему очень почтительно и уважительно, это означает, что у этого человека есть Божий страх. Если вы относитесь, вот как я прочитал, «боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его», не просто любящий, чуть-чуть так, иногда люблю, иногда не люблю, а постоянно любящий и сильно, очень сильно любящий, то этот человек называется «боящийся Бога», человек, который трепещет перед Божьим Словом. И, братья и сестры, не просто перед Словом, которое, ну, как бы было написано, и кому-то было сказано, а мне не сказано, поэтому что я буду трепетать. Но именно все, что написано, оно написано нам. Оно нам, вам написано, мне написано. Я помню, читал про одного, вы тоже читали про одного царя, который делал ремонт в Храме Божьем. И так как Библия была потеряна, ну, свиток, который Бог им написал, они делали копии, он был потерян. Никто не читал, никто ничего не знал. Так, кто что хотел, то и делал. И нашли они в ящике там в одном, нашли Слово Божие, нашли вот эти свитки. Библию нашли, как мы говорим, Ветхий Завет. И они принесли к царю, и открыли, и царь, похоже, ну, было так принято, читали вслух. И человек, который писец, который там записывал все, и он умел читать, и он читал вслух. И когда царь слушал, слушал, и он понял, что, о, вот в чем вопрос. Оказывается, вот почему нас бедствие постигли. Да потому что мы не так живем, не так, как Слово это говорит. Живем не по Писанию, живем не по написанному. И он начал плакать. И он послал, там была одна женщина, пророчица, через которую Бог говорил, которая имела связь с Богом. Потому что, я же говорю, Библию не читали, Слово забыли. И жили, и кто как хотел, так и думал, так и поступал. И послал послов, чтобы помолиться, что Бог скажет. И прежде, чем они пришли, Бог дал этой женщине откровение, пророчице. И она сказала ему, передайте человеку, который вас послал ко мне, что все, что в этой книге сказано, все сто процентов исполнится. И за то, что ты смирился, передайте этому человеку, который вас послал, царю, то есть, за то, что ты смирился перед этим словом моим написанным. Я благословлю тебя, я сделаю вот так и так, и Бог вот так проговорил. То есть, и эта женщина повторила все, что здесь было написано. Ничего нового она не сказала, она просто добавила благословения, которые конкретно будут относиться к нему. Братья и сестры, это осталось в силе, трепещущее перед словом Божиим, трепещущий человек. Вот если вы читаете Библию, я читаю, и мы относимся с трепетом, Бог так сказал. Это не просто книжка такая написанная там, хочу читаю, хочу не читаю, хочу брошу ее на полку, и пусть она лежит, а хочу, что хочу, то и делай. Не, братья и сестры, это руководство, это инструкция, это Бог сказал. И когда мы читаем, Писание нам говорит, что все Писание, оно Богодухновенно, все, без исключения, оно полезно, для того, чтобы нас научать, чтобы нас вразумлять, чтобы нас наставлять, чтобы нас исправлять, чтобы мы были совершенны. И Дух Святой всегда использует Слово Божие, вот это написано, чтобы говорить в наших сердцах. Очень часто, очень часто, если вы читаете, и молитесь, и говорите, Господи, говори мне через это Писание, оно становится живым, оно становится для нас живым, потому что оно, Писание, написано, Слово Божие живо, и как дальше? и действенно, и оно проникает куда-то, разделение души и духа, оно как меч обоюдоострое, разделяет и меняет все в человеке. Вот поэтому, если у нас есть трепетное отношение к этому Слову Божьему, это значит, что у нас есть страх Господен. Это первый признак. Второе. Писание нам также говорит, что второй человек, если человек имеет страх Божий, он будет ненавидеть зло, он будет ненавидеть грех. Это записано в притче 8.13. Страх Господен, ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста, и я ненавижу. Это мудрость так говорит, Божье мудрость. Ну, вы знаете, что сначала мудрости, страх Господен. То есть, начало понимания Божьих откровений. Это когда человек имеет этот страх Божий. Так вот, страх Божий показывает человеку, что вот это зло, человек различает грех, беззаконие. И он к этому беззаконию идти не будет никогда, он будет его ненавидеть. Смотрите, ненавидеть зло, гордость, высокомерие, злой путь, коварные уста, и я ненавижу. Настоящий христианин, настоящий человек, царь, которого Господь сегодня воспитывает, вот, для того, чтобы мы царствовали в жизни, это человек, который будет ненавидеть грех. Притом, грех в любой форме. Ну, сегодня, вы знаете, вот, бывает, вот, общаемся с братьями разных церквей, пастырями. Проблема в церквях, знаете, какая? Молодежь пить начинает. Вот, наркотики употребляют. Молодые люди хотят попробовать, что такое пиво, что такое вино, как оно действует, приятно ли, неприятно ли. Вот, кто-то там попробовал того, вот попробуй наркотик, их отдают друг другу. Это в церквях, это молодежь так делает. Не все, конечно, но многие так этим попробуют, увлекаются. И, вы знаете, Писание говорит нам, чтобы человек, который имеет страх Божий, он не будет этого пробовать даже. Ну, например, вы же не будете пробовать, например, бензин. Вкусный бензин или нет, правда? Ну, не будете, потому что, вы знаете, у него отвратительный запах. Если человек напьется стакан бензина, то он может отравиться и умереть просто-напросто. Поэтому, какой смысл пить вино, например, потому что это тоже яд, только просто он вкусный, может быть, приятный на вкус и на запах. И Писание нам в притчах, Соломон, испробовавший все, и вино он пил, и всякое все, все пробовал в жизни. И он написал, что не смотри на вино, не смотри на вино, не смотри, как оно искрится в чаше. Не то, что не пробуй его, не смотри вообще на него, потому что оно тебя ужалит, как змей в последствии. И ты потом будешь смотреть на чужих жен или на чужих мужей, сердце твое заговорит развратное, контроль с разума снимется. Вы знаете, что пьяный человек, когда он выпивает, не только я сейчас говорю про вино, это точно так и про наркотики, и про разные таблетки, и про всякие другие вещества, которые делают, снимают с человека, контроль с его разума. И он перестает себя контролировать. Ну, я не так давно видел одного, знакомый у меня есть один человек, который любит выпивать. Ну, неверующий человек, и по натуре своей хороший человек, такой, ну, добрый, спокойный, тихий, по характеру, вот как по природе он есть. А любит выпить. Как выпьет, ну, буйный становится. Ну, невозможно. Один раз с моим братом начал драться. Каратэ какой-то показывать. Ну, мой брат, кто знает его, он высокий, так он просто его так схватил, скрутил его в бараний рог, там, прижал его, говорит, слушай, еще будешь выступать, вот, так я тебе еще и не то сделаю. Ну, и он больше боится, входит его стороной. Ну, я к чему рассказываю, что человек по натуре хороший, по-человеческой, а как выпить становится ненормальным. Буйный такой, драться там, с полицейскими на улице дерется. Все, сердце его говорит развратное. Что интересно, когда приходит в себя, не верит, что такое он сделал. Неужели это яд? Ему стыдно, он ходит, глаза прячет и не разговаривает. Вот человек меняется. И поэтому Писание нам говорит, что когда человек вот становится алкоголиком, то он, вот ему стыдят, ему говорят, а он внутри уже разложился, развалился. Грех вот этот полюбил. Он проник в его сердце. И он говорит, когда я очнусь, опять буду делать то же самое. И вот он ходит в течение дня, этот алкоголик, и каждый день думает, как бы это ему выпить, как бы ему напиться. Братья и сестры, я к чему это все говорю? Я говорю к тому, что христианин, он свободен от этого. Человек, имеющий страх Божий, он не будет ненавидеть всякие виды зла. Всякий вид, какой бы он ни был. Как здесь прямо говорится, страх Божий, страх Господен, ненавидеть зло. Гордость, высокомерие, злой путь, злые грехи человек ненавидит. Если вы ненавидите всякого рода грехи, значит, у вас есть страх Божий. Если я его ненавижу, все эти грехи, и не хочу к ним прикасаться, даже смотреть вот на всякое это зелье, потому что написано, оно ужалено, значит, у вас есть страх Божий. Если человек этого нет, ему хочется, значит, он теряет страх Божий. Он теряет вот это Божье присутствие, что Бог стоит рядом, и Бог находится в сердце. Следующее еще свойство или признак. Человек, который имеет страх Господен, это человек, который всегда довольный. Вот смотрите, притча 19 глава, 23 стих. Здесь сказано так. Страх Господен ведет к жизни. И кто имеет его, кто имеет страх Господен, вы там на экране смотрите, вот что там написано? Иногда будет доволен. Или как? Всегда будет доволен. Братья, всегда будет доволен. Не иногда раз в неделю, когда приятное настроение, хорошая погода и так далее. А всегда, не важно какая погода, не важно дождь идет, или снег, или мороз, или деньги есть, или денег нет, или получил человек большую прибыль, или маленькую, или вообще ничего не получил. Или его обидели, или его не обидели, или его похвалили, или не похвалили. Ему разницы нету, он всегда доволен. Вы верите в эти стихи, да? Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Вообще о страхе Божьем, братья и сестры, очень много сказано в Писании, в притчах, в псалмах говорится, в пророках говорили, что человек, обладающий страхом Божьим, это, по сути, человек, который ходит с Богом постоянно, как мы вот говорим, присутствие Божие. Вот однажды был такой случай в жизни Авраама, который, он пришел в одно место, и там был царь, которому понравилась жена Авраама. Ну, так как Авраам боялся, что Сара, из-за Сары ему будут проблемы, то он сказал, Сара, скажи, что ты просто моя сестра. И этот царь взял эту, так как она сказала, что я сестра, и он подтвердил, то он взял ее себе в жены. Ночью ему явился Господь, этому царю, и говорит ему, ты знаешь, что у этой женщины есть муж? А он говорит, Господи, даже я же откуда же я знал? Я же не знал, я же все в простоте сердца моего сделал. И Бог ему говорит, смотри, верни ее, потому что у нее есть муж, и он пророк. И Бог в эту ночь, когда вот он, или там какое-то время было, он заключил чрево во всех женщинах, моментально. Все женщины перестали быть, так сказать, способными рождать. Все, стали все бесплодны, как одна в этом царстве его небольшом. И тогда он позвал Авраама и говорит, слушай, что же ты со мной такое наделал? Ты же, это же твоя жена, а ты сказал, что она твоя сестра. Ну и Авраам говорит, ну она и подлинная моя сестра, только у нас общий отец, разные матери. А говорит, а я так сказал, потому что я боялся тебя, я думал, что здесь, на этом месте, нету страха Божия. То есть я думал, что здесь никто Бога не знает, никто Слово Божие не знает. Поэтому я побоялся, что со мной вот так поступит. Я так сделал. То есть видите, когда человек имеет страх Божий, оказалось, что эти люди страх Божий имели, они боялись Бога, они знали Божьи заповеди, они знали Его законы. И они жили по уставам. И Бог им являлся царю во сне и объяснял, что, чего и как. И поэтому вот человек, который имеет страх Божий, этот человек всегда будет доволен. Этот страх Божий, вести его будет довольство. 1 Тимофеев 6.6. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть видите, когда человек принимает довольство, это означает, что у него есть страх, и это большое сокровище. Так и написано, что страх Господен – это сокровище для нас. И еще одна мысль, что человек, который имеет страх Господен, этот человек способен контролировать свой язык и способен любить людей, уважать людей и относиться к ним по достоинству. Давайте посмотрим эти места описания, некоторые места. Псалом 33, 12-15 стих. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас». Хочет ли человек, и здесь он учит, что такое страх Господен. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Вопрос и ответ. «Удерживай язык свой от зла и устасывай от лукавых, от коварных слов». В Новом Завете говорится «от лукавых». «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Эти слова цитирует также Петр в своем послании. Он говорит, хочешь видеть добрые дни, вот уклоняйся, удерживай язык свой от зла, устасывай от лукавых речей, и стремись к миру, и будь добрым человеком». То есть вот это признак человека, который имеет страх Божий. Человек, который имеет страх Божий, он всегда будет поддерживать свой язык, держать его под контролем. Он не будет расхаживать языком по земле, он не будет сплетничать, он не будет переносить худую молву. Человек, имеющий страх Божий, будет уметь молчать, он будет знать, когда сказать и когда промолчать, что сказать, и, как написано, «хорошо слово вовремя». Человек, который не имеет страха Божия, он будет расхаживать языком своим по земле, говорить то, чего не должно, говорить то, тогда, когда не надо этого говорить. Он не способен будет контролировать свой язык. Вот говорим иногда о людях, которые такие, как мы говорим, болтливые люди, даже Писание говорит, что они бывают болтливые, приучаются ходить по домам и говорят то, чего не должно. Павел писал в то время, и сегодня такое тоже есть. Поэтому это признак человека, имеющего страх Божий. Человек, имеющий страх Божий, это человек, который способен контролировать свой язык, свои уста, свои слова. И в Ефесянам 5.21 здесь вот еще что говорится об уважении друг к другу. «Поминуясь друг другу в страхе Божьем». Обратите внимание, что слово «повиноваться друг другу». Вот если человек, и говорится в страхе, если есть страх, то я способен вас выслушивать и принимать ваши советы и ваши наставления, слушаться вас по другому слову. Если нету страха Божьего, я не буду вас слушать никого. Скажу, кто вы такие? Бог со мной говорит, я тут старший, и все. И точно так везде, в любой сфере жизни, в нашем общении друг с другом. Ну, например, муж может сказать жене своей, кто ты вообще такая? Я глава, я глава. Я что скажу, то и будет. И если он занимает вот такую позицию, и не слушает, что ему жена говорит, а жена может ему правильно говорить, что говорит муж, это не так, а вот так надо, ты не прав. А он будет ей доказывать, что ты молчи, потому что я тут старший. то вот это означает, что у него нету страха Божий. Вот мы видим, что у Арама был страх Божий. Почему? Потому что он послушал жену свою. Жена ему сказала, выгони эту рабыню. Она, значит, не должна быть здесь с этим своим сыном, потому что Бог вот так и так сказал. Он не хотел, но Бог пришел и сказал ему, послушай, что сказала Сара, она правильно говорит, выполняй. И он послушал Сару и сделал так. И отправил рабыню, и так она понимала и говорила ему. Поэтому вот везде, вот когда человек имеет страх Божий, он никогда не будет выставлять себя, что вот я тут начальник какой-то, я тут главный, подчиняйся моей команде. Он всегда будет уметь прислушиваться, что говорят люди ему вокруг. То, что они по Писанию говорят, и по сути говорят. Вот вспомните, например, я вот думал, почему Бог Неймана исцелил, да? Вот почему у Неймана, хотя он был врагом Божиим и воевал против Израиля, но у него что-то было такое, вот у этого начальника, чего у многих христиан сегодня нет. Ну вот смотрите, когда он возмутился и начал говорить, да что это такое, пойти окунуться в эту речку, в Иордан, да это речка по сравнению с нашими реками, да не пойду я в эту мутные воды этого Иордана. А посмотрите, как пришли к нему слуги и начали его говорить, слушай, господин, ну что он там, тебе такое сказал важное, если бы он сказал, разве ты не сделал бы что-то важное, а то там в какую-то, ну поди, кунись. И посмотрите, написано, и послушал он их. Кого послушал? Слуг своих, рабов, которые были там вокруг него, выполняли его все команды. Послушал их, братья и сестры. И я думаю, что вот Бог оценил его вот это смирение, которое у него было. Послушал раба, или рабов там несколько их было. Вот просто послушал их и выполнил, что они его уговорили. Братья и сестры, поэтому вот у этого человека, похоже, был какой-то страх перед Богом. Был у него, потому что, ну вот, Писание по всем признакам показывает, что у него это было. И поэтому вот Бог его через вот то, что он это имел, и что он поверил Слову Божьему и сделал, он его исцелил и благословил его. Он был исцелен от проказа. И это даже Христос упоминает, подтверждает, что это истина, так было. Этот случай был не выдуман. Это реально была история. Поэтому Писание нам говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Есть страх Божий, мы будем слушаться друг друга, будем прислушиваться, будем совещаться, будем думать, будем всегда находить общий язык. Страха Божия нету, у нас всегда будет вот, несоответствие, непонимание, несогласие и так далее. Обиды, будем обижаться, будем дуться, будем что-то по-другому говорить. Поэтому я повторяю эти несколько принципов, и мы потом придем к молитве, еще несколько примеров приведу. Итак, первое, признак человека, который имеет страх Божий. Это трепетное отношение к Божьему Слову, к написанному, что Бог говорил. Второе, ненависть ко всякому роду и виду греха. Какой бы он ни был. Всяким пороком, всяким беззаконием, всяким обольщением, всяким, как мы сегодня говорим, зависимостью, ненавистью. Потом, спокойствие и мир в сердце, довольство. А человек спокоен и доволен. Так здесь написано, великое приобретение, быть довольным. Человек, который имеет страх Божий, он доволен. И, разумеется, контроль языка и доброе отношение к людям. А теперь, несколько примеров из Библии. Ну, допустим, взять пример Христос, человек, который имел страх Божий. О нем сказано, что Христос в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и был услышан. За что? За свое благоговение пред Отцом. Иисус Христос настолько благоговел, то есть, страх у Него был. Какой страх? Вот это благоговение, почтение Отца Небесного, что я без Отца ничего не хочу делать, я не скажу ни одного слова, я не поступлю ни одного поступка, я не хочу говорить то, что я сам хочу говорить. Я буду говорить то, что Он учит меня, чему научает. Потом мы находим в Писании, был такой человек, Корнилий, человек, офицер римской армии, но этот человек имел Божий страх, имел Божий страх. О нем прямо говорится, что Корнилий, 10 глава, 2 стих, Корнилий благочестивый был муж, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостей народу и всегда молившийся Богу. Обратите внимание, что человек, который, вот Корнилий, пример приводится, что когда он боялся Бога, его весь дом боялся, вместе с ним боялись Бога. Вы понимаете, что вот эта жизнь, которая в человеке, она передается другим. Вот смотрите, со всем своим домом, все его слуги, все дети, если они у него были, все домашние были такие же, как он. Это значит, что молились они, это значит, что они трепетали перед Богом и во всяческой ему помогали, этому сотнику, офицеру. Братья и сестры, влияние человека, который имеет страх Божий, оно огромное, оно передается другим людям, оно заразительно, в положительном смысле слова, оно заряжает людей, заражает их. Они тоже хотят такими быть. Человек, который не имеет страха Божия, он не имеет никакого влияния. Вот почему я думаю, во многих семьях, а может быть, в некоторых семьях, оно такое случается, что родители не имеют такого особого влияния на своих детей, и дети живут, как хотят, и родители живут сами, как хотят. А здесь написано, что боящийся Бога со всем своим домом, домом, что очень, братья и сестры, положительное влияние этот человек оказывал. Потому, а Бог выбрал этого человека и послал Петра, чтобы он говорил ему слова жизни, и они приняли, и среди язычников первые, приняли Духа Святого. Давайте еще несколько мыслей таких, и будем молиться. Теперь, каким образом нам вот приобресть страх Божий, как, чтобы, вот если у меня есть, я, скажем, посмотрел эти признаки, значит, у вас есть, вы просто должны сохранять этот страх, Божий. А может быть, кто-то посмотрел, перед словом Божьим я не трепещу, греху еще нравится мне ходить во грехах разных. Может быть, кто-то проявляет какое-то недовольство, ропот, язык свой не воздерживает, и так далее. Что делать, чтобы вот этого избавиться? Ну, понятно, что человеку нужно покаяться, в первую очередь, осознать себя, Господи, я был неправ перед Тобой, я очень хочу иметь страх Твой, чтобы во мной Твое присутствие было со мной. Вот притча, 22, 4 стих, притча 22, 4 стих, там сказано, за смирением следует страх Господь. То есть, страх Божий, он приходит после того, когда человек смиряется. Все просто. Смирился, сразу и страх пришел. Не смирился, нету страха. Смирился, страх. Смотрите, за смирением следует страх Господь. Это Бог сразу тебе наполняет твое сердце. Очень просто все. И мы читаем, что так оно всегда было. А Бог смиренным тогда дает благодать. По-другому это называется Божья благодать. Вот. В Ветхом Завете это называлось страх, а в Новом Завете это называется Божья благодать, Божье благословение в жизни человека. Когда человек, сердце у него полностью, целиком меняется. Поэтому вот здесь прямо говорится за смирением идет страх Господен. А потом, смотрите, дальше что идет еще за вот этим страхом Господен? Богатство, слава и жизнь. Идет богатство и духовное, и материальное, и разное. Человек становится человеком, который может распространять благословение Божие. Он благословенный становится. И с другой стороны еще, ну вот если смотреть в другие там места, что в притчах, как Соломон, объяснял по отношению к страху Божьему, то он учил, чтобы человек мог оценить страх Божий, чтобы он мог его избрать, чтобы он мог молиться, и он мог искать страха Господня. Ну вот в притче 1.29 там сказано, что за то, что они не избрали для себя страха Господня. 2 глава 3, 5 стихи. Если ты будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Обратите внимание, что эти места и другие подобные, они показывают нам такую, как бы, правило, каким образом. Ну, во-первых, нужно это по достоинству оценить, что мне нужен страх Божий, и без страха Божия я никуда. Вы знаете, если вы почитаете Писание, Бог, боящимся Его, все дает, всякие всевозможные благословения, все, что душа твоя пожелает, всем так будем говорить, я имею в виду всего хорошего и доброго, раскрыты Божьи сокровища. Даже так написано, что как много у тебя благословений или благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, они просто сокрыты для всех нас, хранятся в Божьих закромах, в Божьих сокровищах, в Его хранилищах. И, знаете, вот как в банке хранятся деньги, например, там сокровища какие-то, золото, серебро, драгоценные камни для тех людей, которые там имеют, точно так Бог для своих детей, для нас с вами хранит несметное сокровище благословений. Так написано, как много, и ангелы и охрана, ну все, что душа твоя пожелает, все, я посмотрел сотни всяких благословений для боящихся Его, но чтобы они пришли в жизнь человека, Бог хотел бы, чтобы человек оценил их по достоинству, Господи, это мне так надо, я ценю, это мне нужно. Потом, чтобы он избрал их, чтобы он молился и к ним стремился. И тогда они придут в жизнь человека, как вот мы читаем. В этом и называется смирение по-другому. Поэтому давайте мы встанем, помолимся, пусть Бог нас благословит, чтобы каждый из нас имел страх Господен, имел вот это Божье присутствие, Божью благодать, ходил в ней, любил Бога, любил Его Слово, любил святых, ненавидел грех, ненавидел зло, ненавидел злой язык, но были похожи на нашего Господа Иисуса, были похожи на Корнилия, других святых, которые имели вот этот страх Божий и получали великое благословение от Бога. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя и славим Твою великое милосердие и любовь за могущество, за силу Твою, за благодать Твою, за Твое величайшее благословение, которым Ты благословил нас во Христе Иисусе, благословил нас страхом Господнем. Ибо Твое Слово говорит, что мы, зная страх Господень, вразумляем людей. Благослови, Господь, каждого из нас, чтобы мы понимали, что Твое присутствие с нами, что Ты рядом с нами во всякое время нашей жизни, что Твое благословение распространяется на всех нас, что каждый из нас это человек, который любит, Ты вложил в нас вот эту жизнь Твою, энергию, любит Слово Твое, стремится к этому Слову, стремится к общению с Тобой, чтобы слышать Тебя, чтобы видеть Тебя во святилище. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты вложил в наше сердце ненависть ко всякому греху, ко всякому беззаконию, ко всякому злу. Господи, Ты вложил в наше сердце мир, который превыше всякого ума и соблюдает сердца нашей помышления во Христе Иисусе. И мы имеем всякое довольство и радуемся жизни. И Ты, Господи, вложил в наше сердце любовь ко святым и любовь к настоящим божественным мыслям, чтобы мы их говорили, мы их исповедовали и благословляли святых. Пусть из наших уст всегда льются слова благодати, слова утешения, слова похвалы, похвалы и славы Господу нашему великому и слова утешения и благословения для братьев и сестер. Как Ты сказал, чтобы мы искали мира, стремились к Нему и стояли в Нем. Да прославишься Ты наш Бог во имя Христа Иисуса. Аминь.